Предоставил сегодня площадку для интересного проекта. Этот проект называется «Диалог на рамках». В рамках этого проекта, насколько ясно, происходят встречи молодежи с людьми, которые уже состоялись в определенной профессии, весьма успешны и имеют какие-то достижения. Это могут быть популярные, выдающиеся люди нашей страны. На моей памяти в университете была подобная встреча совсем недавно сравнительно. Она была с человеком, который сейчас уже целый глава региона стал. Это был Бату Хасиков. Он приезжал в нашу республику и общался с молодежью. Сейчас он стал главой калмыки. И вот, да, и разные люди, которые востребованы в молодежной среде, их мнения, может быть, их достижения и их возможность прийти поговорить с вами, этот проект дает такую возможность. Но это не значит, что люди, которые приезжают сюда, должны быть обязательно из далеких краев. У нас в республике тоже есть немало дающихся талантливых людей, которые своей деятельностью, своим трудом уже внесли большой вклад в разные области нашей жизни, в культуру, в науку, в спорт и так далее. И вот сегодня мы рады приветствовать здесь Светлану Тешеву, которая известная журналистом нашей республики. Я много не буду говорить, наверное, она сама много расскажет сегодня. Я очень рада тому, что у вас есть возможность напрямую поговорить с человеком, который много лет участвует в формировании медиапространства нашей республики. И есть свое видение, есть видение и в плюсах, и проблем, и всего того, в чем вы, как говорится, круглосуточно пребываете. Поэтому я, ну, несколько слов скажет Алан, наверное, да, как координатор этого проекта. И Светлана потом, в общем, эфиром завладеет полностью. Спасибо. Немного о проекте «Диалога на равных». «Диалог на равных» — это всероссийский проект, главной целью которого является демонстрация для нашей молодежи на примере успешных и известных людей, как федерального, так и регионального уровня, что Россия — это страна возможностей. Организаторами проекта выступают Министерство образования и науки Республики Адыгея и Национальная линейка студенческих клубов Республики Адыгея. И сегодняшним спикером, еще раз повторяюсь, выступает корреспондент, продюсер, ведущая, главный помощник ГТРК Адыгея и заслуженный журналист Адыгея Светлана Тешина. Светлана, вам слово. «Диалог на равных» «Извините меня, пожалуйста». Этот диалог на равных предполагает, чтобы вы тоже очень были активны и засыпали гостя вопросами и сделали бы так, чтобы этот диалог был интересен для всех сторон. Поэтому, несмотря на то, что вы находитесь в очень таком строгом помещении, там музея Тегейского госуниверситета, зал для заседания ученого совета, вы у себя дома, вы в своем университете, большинство из вас, вы имеете возможность встретиться с любыми людьми и будьте активнее. А в основном наши гости, они всегда открыты и всегда могут ответить, даже на неудобный вопрос. Спасибо. Ну, с этого места будем, да, потому что я так посмотрела, трибуна как-то... Чем более домашняя обстановка, тем лучше. Это же дело диалог на равных. Да. Шемафаш, намчалхар. Добрый день, уважаемые молодые, девушки, парни, студенты, представители Национальной Лиги Студенческих Клубов. С каких вузов, не знаю, присутствуют студенты, но так как мы находимся в Альгийском государственном университете, хочу начать свою речь с поздравления. Сегодня прошли выборы. В вузе новый ректор Тауд Казбекович Мамей, которого мы великолепно знаем по его работе. Математическая школа Ремш, которая завоевывает на разных уровнях международных, всероссийских олимпиад победы. Такие воспитанники, умненькие, такие ребята выпускаются. Поэтому я уверена, что Альгийский государственный университет и в дальнейшем продолжит еще больше наращивать и готовить достойных специалистов во всех отраслях, где бы они не представляли факультеты. Так что с новым ректором вас! Спасибо большое! Кстати, телевизионщики и журналисты очень много выпускников нашего вуза. Да, в том числе и я. Практически, если взять наш коллектив Телевидение Республики Адыгея, они закончили Адыгийский государственный университет. Это наша альма-матер, и мы всегда с благодарностью и теплом вспоминаем годы учебы в этом учебном заведении. Наш диалог называется «На равных». И я могу сказать, что на равных мы будем общаться, потому что примерно в вашем возрасте, когда мне было 18 лет, я и начинала свою карьеру журналиста, ведущей, диктора на республиканском телевидении. Это был 1993 год, тогда существовал радиокомитет, дом радио, и у телевидения было только адгейское радио, но у республики было только адгейское радио. И когда появилась уже республика Адыгея, было принято решение, что необходимо создать и республиканское телевидение, и в 92-м году, когда был президентом Джаимов Аслан Алиевич, издает указ о переименовании радиокомитета в государственную, телевизионную и радиовещательную компанию Адыгея. И начинается большая работа, чтобы создать практически все были первопроходцами, практически не было у кого что было профессиональное образование, набирали технических работников, набирали творческих работников. И я на тот момент, в 93-м году, в 92-м году, я закончила английское педагогическое училище с образованием учителя, со специальности учителя начальных классов. Воспитывала ребенка по уходу за ребенком сидела дома. И у меня был годовалый ребенок, несмотря на мой юный возраст, 18 лет. И по радио объявляется, что набираются дикторы, владеющие на двух языках, на английском и на русском языке, возьмут одну девушку и одного парня. Моя мама, будучи в ауле джембичи, откуда я родом, маленький очень аул в Красномардеевском районе, если кто с республики Адыгея, слышит это объявление, что вот набираются дикторы, она приезжает и говорит, ну, ты всегда в школе была активная, всегда вела мероприятия, профессия учитель, она тоже хорошая профессия, но все-таки более, наверное, требует каких-то затрат, более нервных в какой-то степени, может, пойдешь, попробуешь, я говорю, у меня ребенок маленький, как я помогу с ребенком, говорит, ну, годовал ребенок, как-то я так это, ну, мама так плечо подставила, если будет суждено, выберут тебя, говорит, я помогу с ребенком, а тогда условие было, чтобы было высшее образование обязательно, но я была со среднеспециальным образованием после педучилища, ну, в любом случае пришла, приняла участие в конкурсе, в конкурсе участвовало где-то 17 человек претендовало вот на одно место, остальные все 16 были с высшим образованием, я одна была со среднеспециальным образованием, ну, как-то так получилось, что члены жюри, это были тогда, может, вы их не знаете, но это были легенды от Экскара радио на тот момент, это Випа Черемит, Людмила Пугачева, Голоса, Золотые Голоса радио Адгеи, вот они во главе, и тогда был директором Асланбектим Бутович Кирашев, вот, посчастливилось, судьба улыбнулась, и вот я вошла в удивительный мир телевидения, я всегда буду благодарна, в первую очередь, вот своей маме, если бы я это объявление услышала бы по радио, естественно, я бы не пошла, потому что я воспитываю маленького ребенка, я сижу дома, я бы даже не подумала, что уже сейчас можно выходить на работу, это раз, во-вторых, там требовалось высшего образования, которого у меня на тот момент не было, но вот благодаря тому, что мама вот так вот поддержала, все сложилось вот удачно, и уже будучи диктором телевидения, тогда, после окончания педагогического училища в 93-м году, мы не успевали на заочное отделение поступить, на очное отделение, опять же, ввиду того, что я воспитываю маленького ребенка, не могла поступить на очное отделение, на которое бы я успела, все это сейчас, все успевают, но тогда вот заочное отделение уже было принято, и я, работая диктором, ну, после конкурса, 6-го марта был первый эфир, и вот 6-ое марта, это тоже, кстати, удивительная дата, опять же, возвращаясь вот к маме своей, наверное, это все как-то сверху было суждено, потому что 6-го марта 93-го года состоялся первый эфир, первый эфир телевидения Адегеи, и вот, а это день рождения моей мамы, опять же, двойной такой вот праздник, опять получилось, как подарок, ну, вот я приезжаю, естественно, поздравить в аул свою маму, и сидим, мы ждем, сейчас эфир будет, у меня племянник, которому 12 лет, сел на велосипед, объехал весь аул, и говорит, ну, это же сенсация, это как, вот, наша Света, ее будут по телевидению показывать, смотрите, вот сегодня в 6 вечера по телевидению Света будет выступать, смотрите, практически на велосипеде весь аул по дворовой объездил, всем сообщил, мы сели в 6 часов, такие, мамин день рождения, стол накрыт, в ожидании, сидим, выходит ГТРК Кубань, нет ГТРК Абигей, меня нет в эфире, и я в таком этом, ну, мне было 18 лет, мне было сотовых телефонов, и я говорю, как же, наверное, я что-то не так сказала в эфире, наверное, вот сняли передачу, наверное, вот не показывают, потому что я не так провела что-то, это было в записи, тогда мы еще выходили в записи, не было прямого эфира, почему-то я это все приняла, но совсем юная, и поэтому посчитала, что я во всем виновата, мне было ужасно неудобно перед своей семьей, почему нет программы, а все было просто, на следующий день, когда уже с аула, с каких-то домов, где были более хорошие телевизоры, где антенна была направлена на сторону Майкопа, кто-то все равно увидел программу, и телевидение Адыгеи с ведущей Светой Тешевой как бы вышло в эфир, все состоялось, оказывается, вот ретрансляторы, это опять же тоже техническое обеспечение, вот сейчас мы даже в новую эру переходим цифрового, мы все эти 26 лет все время развиваемся, все время в техническом и творческом плане развиваемся, телевидение никогда не стоит на месте, и тогда вот ретрансляторы, которые должны вещать, чтобы сигнал хорошо проходил по всей республике, просто не были еще установлены во всех районах, это был первый эфир, и не все этот сигнал хорошо ловили, поэтому получилось, что в нашей семье вот не было этой программы. Дальше продолжаем работать, год проходит, не год, вот с марта месяца полгода, и наступает время приема документов на заочное высшее образование, надо получать, ну да, я понимаю, я диктором уже работаю, работа есть, но высшее образование все равно надо получать. И я прихожу сюда, журналистики еще тогда не было, а филологическое отделение выбираю, поступать, и со справкой с телевидения, вся такая из себя звезда, с красным дипломом, после педучилища, прихожу, мне говорят, что мне надо, чтобы пройти экзамен, без экзаменов поступить сюда, мне надо было работать по специальности, а я работала диктором, и я не могла на филологическое без экзаменов пройти, хотя у меня красный диплом после педучилища, но я должна была работать либо в дошкольном учреждении, либо в школьном учреждении. И пришлось вот писать сочинение, первый экзамен все равно пришлось писать сочинение, потому что по профилю не работало. Не знаю сейчас, какие механизмы приема, сейчас и единого государственного экзамена, все остальное. Да, многое поменялось, но я опять же в тот момент никогда не забуду, как я пришла в приемную комиссию, а до этого я встретила свою бывшую однокурсницу по педучилищу, которая не была с красным дипломом, но работала после педучилища по специальности, учителем начальной класса, и она поступала в профильной, это филологически, она была принята вообще без экзаменов на основе собеседования. И вот Адгейский государственный университет пришлось тоже, к чему я это говорю, тоже опять же трудность вот какая-то возникла, да, вот она, вот, ну, кажется, ты ее сейчас не преодолеешь, ты рассчитывала на одно, что ты придешь, и ты поступишь, уже тебя возьмут нормально, как хорошо, что ты к нам пришла учиться, а нет, оказывается, вот был такой барьер, который тоже надо было преодолеть, поэтому никогда нельзя останавливаться на каком-то на полпуси, если ты поставил цель, к этому надо идти. Вот, и профессиональное уже образование, оно нам предоставляется, вот есть Академия телеиндустрии при Всероссийской государственной телерадиокомпании в Москве. У нас, мы филиал ВГТРК, и поэтому для нас там учатся и НТВшники, и с РЕН-ТВ, и с многих других каналов, они платят за свое обучение, но мы, как филиал ВГТРК, мы имеем полное право там учиться бесплатно, и по направлению нашего ВГТРК очень многие наши сотрудники уже получают профессиональное образование в Академии телеиндустрии. Это на будущее, если какие-нибудь журналисты Садыгейского государственного университета, сейчас же журналистику при Филфаке открыли, при Нацфаке открыли, придут к нам работать, то есть шанс вот такого еще дополнительного образования, повышения своей квалификации. Это бывают курсы от месячных до двухгодичных. Вот я заканчивала двухгодичные курсы по специальности продюсирования. Потому что на тот момент, когда я поступала туда, в принципе, в журналистике, в ведении программ, в дикторстве уже был наработан опыт, и для себя я решила, что в этой же Академии, ну чему еще меня научат? Я это и так уже наработала за достаточное количество времени, поэтому мне нужны были азы вот именно продюсирования, вот как создавать проект, как делать самой, нарабатывать это все. И вот как раз уже буквально вот параллельно с окончанием Академии Телиндустрии у меня уже с дипломом этого продюсера вот появляется новый проект, тему, которую вот, когда Алан к мне обратился, он сказал, что тему можете сами выбрать. И из всего того опыта, который у меня есть в журналистике, для меня это как мое детище, это как мой ребенок, я считаю, что это самый удачный мой проект, это проект Адыги Мира, который способствует объединению адыгского народа, который проживает в разных странах, в виду разных причин, исторических причин, которые сейчас проживают в разных странах. Вот вы видите кадры, которые я фотографии принесла, это из разных стран, на месте, вот это, допустим, Иерусалим, как раз мы делаем репортаж с верхней точки на храмовую площадь, где сосредоточены все три основные религии вообще мировой цивилизации. В одной точке находятся и ислам, и христианство, и иудаизм. И что самое удивительное, они мирно сосуществуют друг с другом. Ты выходишь из мечети Аль-Акса, где находится камень, с которого поднялся пророк Магомед на небо. Это одна из священных вообще мечетей и гостосвятыней в исламском мире. Из храмовой площади мусульманской ты переходишь, ты попадаешь к стене плача. Из стены плача ты буквально там сто метров проходишь, ты уже заходишь в храм гроба Господня, где был распят Иисус. И что удивительно, вот как-то ты комфортно себя чувствуешь везде. Наверное, независимо от того, какой ты религии, ты одинаково, я не знаю, может, это неправильно как-то звучит, но по мне, по моим ощущениям, я себя чувствовала очень комфортно на любой, как бы, точке. И вот телепроект «Ардеги мира», ребят, вот сейчас очень модно говорить о волонтерском движении, да, волонтерское движение — это молодежь должна сама придумывать что-то, что-то продвигать. Вот я могу сказать, что это волонтерский проект с моей стороны, потому что не было задания, которое было мне поручено от ДТРК «Ардегея» Света, вот давай займешься, вот это ты будешь делать. Вообще вот это все, ну, как бы я сама придумала, когда уже, вот мы узнали, был период, когда мы не знали, где вообще «Ардеги» проживают, в Турции, в Ордании. Они не знали про нас очень много лет, пока наши границы не открылись, пока железный занавес не открылся, мы не знали о существовании друг друга. И вот я находила контакты, я знала, что в каждой стране есть черкесское благотворительное общество, и там есть председатель, там есть определенные люди, с которыми можно связаться, обговаривать наши съемки. И я находила эти контакты, звонила, представлялась, вот чувствуете, вот сколько нужно в любом случае вот все равно прикладывать усилия. Это не директор не звонил, не там зам директора, я простой журналист, ведущая, вот я сама находила, звонила, представлялась, ну, прежде чем, конечно, звонить, согласовывала это все с руководством, вот я хочу вот так, вот так, вот так, но ГТРК «Адеге», оно призвано освещать новости республики «Адегея», а что происходит там в Турции, что происходит там в Ордании, на это мы, нас содержит бюджет российский, и он содержит нас только для освещения новостей внутри региона, а на то, чтобы выезжать за границу, это уже роскошь, на это, ну, не могут выделять средства уже с бюджета российского, на котором вот мы и содержимся, поэтому нужно было находить спонсорские средства, нужно было, это как раз вот то, что делает продюсер, нужно было договариваться, чтобы они приняли, в любом случае, надо, чтобы встретили, куда-то на ночлег уложили, полностью план съемок составили, договорились с людьми, с кем мы встретимся, расположили нас в отеле, ну, и если нет денег на еду, кормили, чтобы вот это все, приходилось договариваться уже с принимающей стороной, как уже добраться, это, опять же, спонсорские средства, приходилось обращаться к руководителям разных наших фирм, спасибо им большое за то, что вот поддержали этот проект, с тем, чтобы собрать вот на дорогу, собрать на визы, визы тоже приходилось самим, выходить вообще на, вот Америка, допустим, готовилась целый год, самая сложная вот поездка была в плане подготовки, это Америка, потому что взять визу американскую, это очень сложно, и тем более как журналист, и без посредников, без ничего, вот договаривались, сами там выезжали в Москву, в это посольство, благо есть у нас хорошее постпредство Адгея в Москве, где мы можем останавливаться, то есть вот такие подготовительные все вот эти вот этапы, которые проходишь, практически были пройдены, я почему вот сравниваю с каким-то волонтерским движением, можно сказать, что вот такое было волонтерское начало, поэтому если у вас будут какие-то мысли, необязательно связанные с журналистикой, вы никогда не останавливайтесь, все равно, один раз, вот допустим, в Австрию отправили мы свои документы, выписали доверенность, чтобы не лететь в Москву, это сейчас появились визовые центры, которые в Краснодаре есть, которые шенгенскую визу делают, доедешь до Краснодара, отдашь документы, они тебе делают, а когда мы начинали, этого всего тоже не было, приходилось непосредственно ездить в Москву за визой, чтобы поехать в Москву за визой, ехать надо мне, ехать надо режиссер, если с тобой едет, оператор, три человека, три человека до Москвы добраться, телевидение не дает средств, телевидение просто, ну, говорит, хорошо, езжай, сделай, но все спродюсируй на спонсорские средства, сама договорись, не препятствует проекту, но на все ты сама находишь эти средства, и надо было поехать в Австрию, чтобы в консульство Австрии, пойти за этой визой, но есть другой вариант, ты можешь оформить доверенность на человека, этот человек тебе предоставляет твои бумаги, вот мы оформили на Берзегова, который работает, Вадим Нухович, в посольстве, в постпредствии Адыгеи, отправили все документы, он приходит в это посольство, и потом, я знаю, что с утра он наши документы занесет, а после обеда он звонит, говорит, Света, у меня не приняли документы ваши, я говорю, что случилось, а сказали бы все справки, которые вы подложили, а там справки всегда требуются очень много, кто, не знаю, был, шенгенскую визу делал, и с работы, и, ну, много разных справок ты делаешь, и со счета Сбербанка, как бы, все должно, говорит, переведено быть, говорит, на немецкий язык, я говорю, а в смысле переведено, ну, говорит, переведено, причем, что, говорит, должен быть, говорит, переводчик, говорит, который специально работает с консульством, который взял лицензию в этом консульстве, и его печать, говорит, должна стоять, что вот он переведен, именно вот такой лицензионный переводчик, ну, он отсылает эти документы обратно, отсылает обратно, и вот думаешь, вот как, вот опять, вот остановился проект, ну, как, Я понятия не имела, это было еще 11 лет назад, что есть такие переводчики специальные, и вот все познается все равно на практике, на каких-то ошибках. И на тот момент я узнала, оказывается, да, в нашем городе есть переводчики официальные, которые с тем или иным консульством работают, которые переводят все и ставят свою печать, визируют, а они официальные лицензионные переводчики при каждом консульстве, итальянском, германском, австрийском. Эти документы все-таки были обратно, опять все это перевелось, это тоже, естественно, каких-то денег стоит, средств стоит, опять мы повторные документы отправляем, и все равно доходим до логического завершения, все равно добиваемся, что выдают нам эту визу, и благополучно мы отправились в Австрию. Поездка была интересная. За вот 12 лет существования телекоректа Адыги Мира он побывал в Турции несколько раз, это, конечно, безвизовая страна, самая наша ближайшая, очень много бывает там и мероприятий, на которых мы участвуем, и вообще там поле деятельности большое. С многомиллионы адыгской диаспоры самое большее количество адыгов проживает именно на территории этой республики турецкой, и там всегда есть, что снять и о ком рассказать. И побывал в Иордании, побывал в Израиле, побывал в Австрии, в Германии, в Сирии, в Америке, и было отснято очень большое количество материалов, которые сейчас составляют такой богатый фонд в архивах нашего телевидения. И в сравнительном это можно сказать, что это даже какая-то исследовательская работа, потому что даже адыгии, которые проживают в Израиле, в Турции, в Иордании, они все отличаются друг от друга, мы от них отличаемся уже. Вот менталитет каждой страны, в которой проживает нация, она, конечно, складывает и формирует личность, и поэтому они в душе, конечно, они все, они все ты сразу понимаешь, он мой человек, ты его понимаешь. Но в любом случае, вот эти отличительные какие-то характерные особенности страны, в которой они проживают, что на них отражается, это видно тоже. Мы делаем что? Мы делаем в первую очередь в своих репортажах, мы поднимаем тему, как они там оказались, какими путями они туда попали. Это для истории тоже важно, очень много разногласий. То ли они плыли, то ли они пешком шли после Кавказской войны, какими путями они там оказались, помнят ли они, когда они проживали здесь, на исторической родине, где они проживали, в каких они местах жили. Это, понимаете, там живет уже пятое, шестое, седьмое поколение. Это если не передавалось, они, конечно, вот эти потомки тех, которые тогда были выселены за границу, они могут и не вспомнить. Были периоды разные у них тоже в стране. В той же Турции, когда была Османская империя, они там оказались, в тот период они все были адыгами, черкесами, носили адыгские фамилии. Потом пришел Ататюрк, который всех отуречивал. И уже пошла такая волна, что у них все адыгские фамилии убрались, стали их писать всех турками и написали турецкие фамилии. И все шло к тому, чтобы была сплошная ассимиляция, и чтобы они не знали вообще, откуда они с роду с племени, и все сводилось к тому, что отуречивание. Сейчас опять новая волна пришла. Турция приходит к демократии, хочет войти в Евросоюз. Турция теперь говорит, ради бога, сохраняйте свою культуру, нацию, свой этнос. Давайте, будьте адыгами. А практически там адыгов не осталось, потому что шло вот такое отуречивание. Вот, допустим, они рассказывают, вот приходит человек, ребенок в школу, это при Ататюрке, он когда начинает разговаривать, он не знает турецкого, он приходит чисто адыгоговорящий. Это время, я говорю, 40-е, 50-е года прошлого века. И его бьют, вот в наших школах даже никогда, я не знаю, не слышала, чтобы детей били. А там розгами, прям по рукам били их, если они заговорили там на адгейском языке. Не разрешалось вообще говорить на адгейском языке. Их делали, да, такими гражданами страны, в которой оказались. Ну, время меняется опять, каждое новое время. Сейчас, слава богу, вот те остатки, которые там, язык, культура, как могут, они себя сохраняют. И следующий вопрос, который, конечно, мы поднимаем, это как они там живут, как они там обеспечены, чем они занимаются, род деятельности какой у них. Семьи, в которых живут, вот помнят они свою династию, поднимаем какие-то имена, для чего мы это делаем. Опять же, здесь тоже проживают, если там живут Хатковы, здесь живут Хатковы. А может быть, они найдут друг друга, может быть, кто-то вообще, если человек будет перечислять свою вот эту династию, то, может быть, здесь, который проживает, однофамилец найдет кого-то. И были такие случаи, уже когда мы показывали это в эфире, очень было много звонков, которые спрашивали, а вот в этой серии там-то, там-то, вот была семья такая-то, как нам на них выйти, как им позвонить? Вот телефоны просили, контакты были. То есть, вот опять же, тема нашего диалога, то, что мост единения такой между народом, разбросанным по всему миру, этот проект, конечно, служит. Вот в плане потом задается, поднимается обязательно, конечно, как они самосохраняются, как они могут. Нужна ли какая-нибудь поддержка с исторической родине? Что-то им не хватает для того, чтобы изучать там адресский язык, для того, чтобы там сохранять свою культуру. Чем мы можем помочь? Они делают такие заявления в адрес. Эти заявления, естественно, слышат здесь, слышат и в Минобре, слышат и на уровне главы республики. И через, опять же, через этот телепроект мы доносим то, что думают те в адрес исторической родины, что они хотели бы получить. И, естественно, бывают же и обмены. Вот сейчас, вы знаете, наверное, готовится поездка главы республики Адыгея в Турецкую республику. И большая делегация поедет на следующей неделе. С 23 апреля начинается визит Мурата Карабиевича и ряда министров. Будут заключаться соглашения о сотрудничестве. Будут встречи с разными инвесторами. Будут подняты темы и сохранение адыгского народа, который проживает в Турции. Поэтому, опять же, вот здесь тоже журналистская работа, она способствует тому, чтобы даже на уровне руководства узнавали о деталях адыгов, которые там проживают. Вот то, что сейчас вы видите на экране, это была поездка в Сирию. Кстати, очень была интересная поездка. Почему-то мне всегда казалось, что в Сирии как-то будет мне скучно, если я туда поеду, что я там не найду, что снимать. Я очень глубоко ошибалась. И буквально за год до войны, вот 6 лет уже война идет в Сирии. И вот мы побывали за год до войны, 7 лет назад в этой стране и сняли очень богатый материал, который сейчас является настолько ценным, потому что через год пришла война. И все, что есть на этих кадрах, все, что есть в этом проекте, его уже там нет. Нету многих городов, которые мы там снимали. Алеппо, Хомс, Дамаск. Ну, до Дамаска война не дошла, но вот Алеппо, очень большие разрушения. Та же Пальмира, вы видели, наверное, все на экране, как тогда боевики разрушали эти все. Мы и в Пальмире тогда побывали. И страна, между прочим, имеет очень глубокие корни в плане влияния какого-то адыгского на территорию этой страны. Берет начало не только с момента окончания Кавказской войны, а намного раньше, еще когда были династия мамлюков черкесских. А черкесские мамлюки, которые в Египте были, они на территории нынешней Сирии построили очень много мечетей. Есть такие даже минореты черкесских мамлюков, вообще строительство минорета. Именно черкесских мамлюков это общепринятое в архитектуре явление. И всегда любой архитектор, даже если увидит такой минорет, он скажет, это архитектура минорета. Вот, вот, как раз вот сейчас виден этот минорет. Вот именно такие минореты строились. Это мечеть Амедия в Дамаске. И именно такие минореты строили черкесские мамлюки. И вот в Алеппо с султаном черкесским Каймитбей, Бархуком, есть такие библиотеки они построили. Ну, много таких вот архитектурных зданий они оставили после себя, о которых вообще можно снять целый даже фильм. Я, конечно, оттуда возвращалась твердым намерением, что я еще туда вернусь, потому что те 10 дней, которые мы там были, три дня в Алеппо, три дня в Хомсе, три дня в Дамаске, мне вообще не хватило. Мне хотелось там еще, еще, еще набирать этого материала. Мы привезли исходного материала, наверное, около 30 часов, из которых вышло в эфир 5 фильмов по 55 минут. Ну, эфирное время вот какое, 55 минут у нас отрезок времени, и вот мы 5 фильмов тогда выдали по 55 минут. Вот это, кстати, место очень интересное. Арабско-израильский конфликт, он протягивается на протяжении вообще многих десятилетий. Вы, наверное, все слышали о истории Голландской войны на голландских высотах, которая тоже, конечно, очень большой урон сделала вообще адекскому народу. Вообще, бедный мой народ, он всегда почему-то везде, где бы ни существовал, должен участвовать в каких-то войнах, которые ему абсолютно не нужны. Они попадают в те страны, которые гражданские войны, они им и не нужны, но приходится, так как они граждане этой страны. И вот когда в 67-м году была шестидневная война, за 6 дней вот на территории голландских высот, они на тот момент принадлежали Сирии. Вот, кстати, если ты въехал в одну из стран, в другую ты уже не попадешь. Если у вас паспорт, и в паспорте есть отметка, либо израильская, либо сирийская отметка, паспорт надо менять, если вы хотите в другую сторону попадать. Точно так же я и делала, кстати. Побывав в Израиле, через 2 года мне надо было поехать в Сирию. И я испортила типа паспорт и меняла паспорт, хотя он в срок действия еще не вышел, потому что меня бы не пустили в страну с этой отметкой. Эти страны враждуют, и они не общаются вообще друг с другом, а это влияет даже на страны, на третьи лица, скажем так. И вот голландские высоты, там располагалось 12 адыгских аулов. Это где-то около 6 тысяч населения в них проживало, в этих 12 аулах. Место очень красивое. Вообще адыги, когда туда расселялись, выбирали, знаете, как схожее что-то с Кавказом, чтобы был воздух, чтобы были какие-то, ну тут не видно, конечно, но там есть. Там и горы какие-то где-то заснеженные можно увидеть, и более такие прохладные места. Они же вообще горные люди были, да, из-под гор выехали, поэтому они выбирали вот такие места, поселения. И вот голландские высоты, они всегда вот предмет раздора между Израилем и Сирией. И вот эти 12 аулов, когда Израиль напал на Сирию, в течение 6 дней были захвачены. И население, которое там находилось, оно вот в первый день бомбежек, оно вот в чем было, ну там документы взяли, что-то взяли и убежали в Дамаск. А через 6 дней территория оказалась вместе со всем имуществом, вместе со всеми домами, оказалась на территории Израиля. И все, ты оттуда ничего не возьмешь. Вот они оказались, вот в чем были одеты, и что успели схватить, все, у них больше ничего не было. Территория оказалась все захваченная, вместе со всеми домами, она оказалась на территории Израиля. И вот сирийские адыги, они начинали жить по-новому, начинали с нуля, вот с 1967 года, как была эта шестидневная война, они опять начинали все по-новому. Кто-то переселился в Америку, кто-то переселился в Иорданию, кто-то в Дамаске остался жить, но голландские высоты и по сей день они находятся на территории Израиля. И когда, вообще очень тоже, ну много, я люблю свою профессию, поэтому много удивительного в ней тоже там бывает. Когда мы были на территории Израиля, там как раз есть где-то фотография, где я вот тоже стою, это из Сирии, потом вернемся, тоже за мной как бы, там есть фотография, где камера передо мной. Камера передо мной будет стоять, если все, вот, вот смотрите, вот здесь я стою, это я на территории теперь Израиля. Вот за моей спиной, если туда далеко посмотреть, вон возвышенность такая небольшая видна, вот эта возвышенность, это уже Сирия. Это уже Сирия, как раз примерно вот где я стояла с флагом сирийским, со шлагбаумом, вот где-то на том месте, это уже со стороны Сирии я была. Когда сюда нам сделали экскурсию, вот мы подъезжаем, там, кстати, рядом стоят военные, они всю часть всегда просматривают, с каждой стороны стоят свои военные. Но там ООН, конечно, между этими границами соблюдает паритет, чтобы не началась война ни с какой стороны, ООН как бы за этим всем следит. И адыги, которые живут в Израиле, они нам показывали отсюда, говорили, вот там Сирия, говорит, вот там Сирия. И сирийские адыги, говорит, туда приходят, говорит, тоже смотрят, говорит, и говорят, вот там израильские адыги, как бы нам с этой стороны вот это все рассказывали. И вот эти 12 аулов, которые, я говорила, были захвачены в течение 6 дней, они оказались стерты с лица земли, потому что Израиль говорил как, что нам не нужны, вот, ну как, он передавал. Если вы хотите быть нашими гражданами, приходите, мы вас возьмем, занимайтесь своей аулой, но вы станете гражданами Израиля, вы будете уже не сирийцами. Но сирийское радио говорило, конечно, что не смейте, не ходите, если вы попадете в Израиль, если вы вернете в ваши дома, вас убьют, вас не будут там. То есть вот эта вот политика, конечно, тоже, я вот задавала этот вопрос, если бы сирийские адыги вернулись бы в свои эти населенные пункты и жили бы на голландских высотах, вот в Израиле два аула, Кфаркама и Рихани, единственные аналогов нет вообще во всем мире, которые смогли себя сохранить. Ввиду того, что они попали в такую страну, где живет народ умный, мудрый, еврей, которые, если ты не еврейской крови, никогда тебя евреем не сделают. Где бы наши другие не находились, в арабских странах, в турецкой республике, в европейских странах, они ассимилируются. А в Израиле живет всего лишь пять тысяч адыгов, они не ассимилируются, у них от малого до велика, все говорят на ангийском языке, все в Хабсе, все знают. А просто потому, что им повезло, они живут в такой стране, где тебя не будут ассимилировать, ты никогда не станешь евреем, если ты не еврейской крови. Поэтому они, конечно, им повезло, они смогли себя сохранить. И вот я задавала, если бы они все-таки перешли бы эту границу и сказали бы, оставили бы сирийское подданство и стали бы израильтянами, они смогли бы так себя сохранить. Но ни израильская сторона, ни сирийская сторона на это ответа не имеют, потому что ты не знаешь все равно, как большая политика сыграла бы. Она бы оказывала бы, давила бы, она бы посчитала, может, их шпионами какими-то и не стала бы их держать в своей стране. Ну, сложный вопрос. А потом уже, после, когда мы уже оказались уже в Сирии, точно так же нас границы подвели, и точно так же те же адыги, и так же нас сирийские уже адыги тоже показывали. А вот там, говорит, израильские адыги живут, они вот становятся и смотрят на нас. И мне было, конечно, это все интересно, потому что точно так же я смотрела и с этой стороны, и как бы с той стороны. Это вот чертеская квартия Иордании. Вообще, в Иордании, город Аман, столица Иордании, она была образована адыгами. Когда в Иордании, в которой адыги живут, это те, которые жили на Балканском полуострове после Кавказской войны, потом после Русско-Турецкой войны, они переселились через, по прошествии 12-14 лет, оказались на территории Израиля. На территории Иордании. Вот Иордании, когда они после Балканского полуострова, уже после Балкан, оказались на этой территории, это была такая пустыня Сахара, скажем так, город Аман. И там находился еще с византийских времен Колизей. Он и сейчас там находится, но адыги, которые привыкли все равно жить, но они не арабы и не бедуины, они не могут в пустыне жить, им надо какой-то кровь иметь. Вот они нашли вот эти руины, театр Колизей, и там были такие вот, из которых обычно гладиаторы выходили, помещения разные под лестницей. Вот они это сделали себе ночлегом, себе сделали ночлегом, и в Амане вообще ни одного вообще не было человека, даже бедуины, которые на этой территории жили, они жили, они привыкшие, они жили в песках. Они жили там под палатками, не было вот такого капитального, скажем так, какого-то строительства. И рядом с этим Колизеем они еще источник нашли, и тихо-тихо начали делать первые свои дома. Делали кирпичи из саманов, сами же вот это все, и начали строить вот первые дома. Это примерно 1880-85-е годы, когда это происходило. Бедуины на это все посмотрели и говорят, надо же, какие они умные, они живут, во-первых, под каким-то там строительством, а мы там в лесу, ой, в пустыне. Они еще рядом расселились с источником воды, то, что нам тоже необходимо, а давайте мы тоже там подселимся. И тихо-тихо они начали обрастать, естественно, эта страна Иордания, эта арабская страна, начали обрастать с соседями, скажем так. Так что Аман, можно сказать, это тоже был источник, ну, самый первый, который появился, это были вот Адыгия. Это уже в новом времени, конечно, там древняя цивилизация существовала. Вот, и когда уже Хашемитское королевство, естественно, все это прекрасно тоже знают, вы, наверное, слышали, что охрана короля всегда состоит из черкесов, из такой гвардии. Конечно, в нынешнее время у Абдалы есть супернавороченные охранники, телохранители в модных костюмах, но дань уважения предкам и вообще, как, скажем, такая вот изюминка экзотика, вот черкесская гвардия короля, она и по сей день там работает, существует, и на всех мероприятиях при приеме с таких известных личностей королем, даже когда Владимир Владимирович Путин, есть такие фотографии в интернете, может, вы видели, что за спиной Абдалы всегда стоит охрана вот в Черкесске. Вот как раз мы на территории дворца и делали репортаж про вот это. Так что очень много интересного. В каждой стране есть свое, о чем можно говорить, о чем можно рассказывать. Это Америка, это как раз Гудзонский пролив, как раз видно Манхэттен. Здесь два штата, в которых проживают адыги, это Нью-Джерси и Калифорния. В Калифорнии, ну, человек 800, может быть, живет не так много адыгов, а в Нью-Джерси проживает около 5-6 тысяч адыгов. Небольшая такая диаспора, ну, друг с другом очень хорошо точно держатся и очень живут аккуратно. И у них есть свое черкесское благотворительное общество со своим зданием хорошим. Они всегда там собираются, ну, стараются держать. В Америке вообще адыги оказались несколько волн переселения было. Первая волна, это после революции, они были из Кавказа. Богатые семьи, которые убегали от большевиков. Вот такая волна была. Потом после Великой Отечественной войны еще новая волна. И вот после Сирийского, как раз Голландских высот, там оказались тоже наши соотечественники. Такой вот телепроект, который рассказывает об адыгах мира. Если у вас будут какие-нибудь вопросы об этом проекте или о профессии, так что можете задавать. Давайте, пожалуй, начнем с вопросов, которые, думаю, заинтересовали вас. Это довольно-таки интересная профессия. Наверное, начну я. Первый вопрос. Слава, какой самый такой момент, который был в вашей работе, и в то же время одновременно самый страшный, возможно, рискованный, и самый яркий, который запомнился вам на всю жизнь? Моментов много, но один, который сразу всплыл в голову, скажу. В начале, я говорила, первый год мы работали в записи. Потом мы начали вещать уже в прямом эфире. И была программа «Доброе утро Адыгея». Она выходила в эфир в 6.45, и в эфире шла 40, нет, 30 минут, полчаса. Она такая была информационно-развлекательная. Ведущий садится в эфир, ведет программу, какие-то сюжеты транслируются, какие-то музыкальные, какие-то паузы бывают. Ну, полчаса-то в эфире. 6.45 эфир. Я дома, поспаюсь. На часах 6.40. Через 5 минут я должна быть в эфире. Я подскакиваю, я не знаю вообще, куда бежать, что делать. Единственное, тогда, опять же, говорю, сотовых телефонов не было. Проживала я тогда, снимала квартиру, на квартире проживала, в которой тоже домашнего телефона не было. То есть разбудить меня фактически никто не сможет. Только будильник, который меня не разбудил. Жила на тот момент, я где-то 4 квартала от телевидения, и я все равно вскакиваю, одеваюсь, выбегаю. Благо такси попалось под руку, и деньги были на такси. Через 7 минут, не причёсанная, без макияжа, какой там без макияжа, неумытая, можно сказать. Я была в студии. У меня было, вот, не знаю, что, как я даже, эта скорость, вот 7 минут. Я в 40 минут дома открыла глаза, и в 6.47 я в студию. Группа, которая уже сидела, должна была меня выдавать в эфир, она уже спокойно вот так вот села, и вот так вот сидела, ну, что случилось, то случилось. А выходили мы, вообще открывали вещание России, после нас, мы сначала выходили, после нас уже канал Россия дальше вещал. То есть, даже не было вещания, висело такое ГЦП, режиссёр, все сидят. У меня мысль ещё была, может быть, они что-нибудь готовенькое поставят, ну, чтобы эфир не срывать. Но они звонили заместителю директора Хагурова Еленандзорова, когда была, вот, ведущей нету, что делать. Может, мы поставим, я не знаю, клипы какие-то, готовый какой-нибудь сюжет, ну, просто что-то будем вещать. Но та сказала, нет, ничего ставить не будем, пусть вот она отвечает за сорванный эфир. Ну, я прибегаю, они так смотрят на меня, ну, тексты все уже распечатаны, все папочку мы заранее готовим, всё уже было готово, и Ступкина Оксана, режиссёр, говорит, ну, что будем вещать. Я говорю, давай. Ну, я забегаю, села, я не знаю, как я отвечала, ни голос, естественно, с утра же не просыпается. Ну, по ходу, конечно, ближе к эфиру я получше уже была, поздоровалась. Я сказала, ну, мы вышли всё-таки в эфир с опозданием на 2-3 минуты, получается, но отвечали. После этого вещания я, в принципе, была уже свободна. Вот, раньше была система такая, что были дикторы, мы не были ещё журналистами, мы только были ведущими, и только вот нам готовили готовые тексты, мы их зачитывали. А сейчас ведущие уже дикторов нет, ты сам себе пишешь всё, что ты читаешь, ты должен ещё и журналистом работать, но это даже интереснее намного. Вот, и я ушла домой, и у меня потом вечерний эфир, к которому я должна вернуться где-то к 6 вечера. Ну, до 6 вечера всё убеглось, как-то забыли за то, что я там опоздала, как-то ни выговора, ничего не получила. Так что была вот такая вот история. А так в эфире много чего стучалось. Мы, допустим, вот вещали, и сзади, ну, в самом начале, да, сзаденький, на чём-то ты должен вещать, и тупо стоял щит. И было, что я чуть падал на голову во время эфира. Такие тоже были моменты. А страдал кто-то, да? Да, 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 прям таким, а-а-а, и вот так вот голову на твою идёт. Не со мной. Да, так что такие моменты тоже были. И всегда, конечно, такие вот интересные истории вспоминаются, их очень много. Скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас представляете свою жизнь без этой профессии? Если бы вы пошли на учителя начальных классов, например? Я себе этот вопрос вот часто задаю. Вот что бы я делала, если бы я не попала в увлекательный мир телевидения, в эту творческую профессию? И говорю себе, в любом случае, эта профессия, наверное, была бы связана с творчеством, чтобы что-то самой создавать, чтобы что-то самой творить. Нашла бы я себя учителем начальных классов, детей люблю, могу их занять чем-то, что-то им сказать. Не знаю, не могу ответить. Может, мне скучно стало бы. Я бы стала, ну, если бы я учитель, я бы сейчас очень модно в разных конкурсах участвовать, создавать какие-то проекты, завоёвывать, там, я не знаю, какие-то там, что у нас там, лучшим учителем года становиться. Ну, пыталась бы везде там участвовать в любом случае. Но обязательно эта профессия должна была быть с творчеством связана. Хотя, пока я училась в школе в детстве, я почему-то всегда хотела быть следователем. Очень хотела. Не знаю, почему, вот сейчас задумываясь, что меня привлекало в этой профессии. Вот почему-то мне хотелось вот искать, искать, почему это преступление случилось, почему это случилось, вот источник этого преступления. Но когда я заканчивала в 88-м году в 8-й класс, я для себя решила, что школа уже в ауле мне достаточно знаний дала, мне дальше надо уже продвигаться и поступать, если в Майкоп пришлось, мне в предучилище, потому что папа меня не отпустил в ближайшее юридическое училище, это сейчас их много здесь, было в Армавире. А в Армавире-то далеко, доченька, единственное, меня не отпустили. Я поступила тогда вот в предучилище. Спасибо. Не за что. Вопросы еще? Ребята, задавайте, можете без стеснения. Можно? Конечно. Вот насчет вашего проекта, у вас были какие-то сомнения насчет него? И если были, как вы с ним справитесь? Сомнения бывают, конечно, справлюсь ли, примет ли меня страна, смогу ли я достучаться до того же спонсора, который должен денег дать. Это же я все равно через себя переступаю, я иду, я кланяюсь, я прошу, я защищаю, насколько это важно, насколько это нужно для адыгского народа. Кстати, несмотря на то, что это проект об адыгах, очень многие представители другой национальности, других национальностей оказывали содействие. Ну, на тот момент, может быть, играло и то, что я просила еще, то, что уже я на телевидении работаю, сделала какое-то имя. Нынешний мэр Майкопа, кстати, Андрей Леонидович Гетманов на тот момент был руководителем ООО «Монтаж» строительной фирмы, не раз оказывал спонсорскую поддержку в плане реализации этого проекта. И когда, конечно, у тебя есть какое-то сомнение, оно тебя вложит, ты начинаешь вот тревожить, вот это вынашиваешь, ты начинаешь там переживать, иногда приходит и бессонница. Ну, просто я, по сути, вообще такой человек, что я должна довести до конца, не бросив на пол пути. И вот пример, который с австрийской визой был, с Америкой очень было все сложно тоже. Было, бывает вот столько препонов, да, вот есть люди, когда идут препоны, препоны, все, руки опускаются. Нет, наверное, это не сложится, наверное, этого не произойдет уже. Но я, по сути, такой человек, что я должна доводить до конца. Именно то дело, которое я могу делать. Если бы я начала бизнесом заниматься, конечно, я не смогла бы никогда. Я никогда ничего не смогла перепродавать. Бывает, вещь приходит, там какая-то, там заказываешь по интернету, она тебе не подошла, да никогда в жизни я не смогу продать. Так и валяется она. Это вот как ты найдешь себя в той стезе, в которой тебе интересно, в которой тебе комфортно. Если я пишу сценарий, я вообще по натуре рано ложусь, абсолютно не сова, и рано встаю. Но если я пишу сценарий для проекта, для сюжета, репортажа, это удивительно, куда девается мой сон, я не знаю, я могу и до двух ночей его сидеть, расписывать, потому что мне это интересно. Мне это интересно, и я это буду делать. Вот как совет, ребят, у вас жизнь впереди, вот что бы вы ни делали, делайте то, что вам нравится. Даже по темам, которые я выбираю как журналист, у нас же поле деятельности, в принципе, большое, да, журналисты, мы все где-то в какой-то степени немножечко специалисты в каждой отрасли, потому что мы снимаем и про экономику, и про социальную жизнь, и про сельское хозяйство, и идем на ферме тоже снимаем, и в огороде. Мы прекрасно знаем, как выглядит колос ячменя, и как выглядит колос пшеницы. Они отличаются вообще при монтаже, чтобы ничего не перепутать, скажем. Мы где-то бываем немножечко как бы специалисты поверхностно. Но даже темы, которые вот на телевидении у нас так, вот журналисты есть, которые работают в информации, они, в принципе, освещают все отрасли, да, и приходит шеф-редактор, формирует выпуск, и он дает тему какую-то, и журналист идет, это освещает. Я сама себе продюсер, сама себе шеф-редактор, и я уже снимаю, ну, уже такого уровня, что снимаю уже сюжеты, те темы, которые мне интересны, которые я хочу сама осветить, я хочу это снять. А так, группа журналистов уже, которым тоже я распределяю, и они снимают то или иное задание, когда формируется выпуск, еженедельно выходит программа, итоговая информационная программа, вот по субботам у меня выходит на английском языке, она состоит из 5-6 сюжетов, которые распределяются между корреспондентами. Но вот в данном случае я делаю то, что мне нравится, то, что мне по душе, и я знаю, что это у меня получится. И тогда какие-то приполные препятствия, которые есть, ты будешь их преодолевать, потому что ты будешь получать удовлетворение от той работы, когда ты поставишь уже точку, и ты будешь знать, какой я молодец, я это сделал, ты будешь свой КПД видеть и будешь удовлетворенным от этого. Еще вопросы. Здравствуйте, можно такой вопрос? Вот многие отговаривают от профессии журналиста, все-таки риск есть у этой профессии. Как с этим бороться? Может быть, какие-то навыки развивать в себе или что-то еще? А вообще, вот есть вузы, да, что и МГУ есть, журналистики учат. Вот Познар, я считаю его великим интервьюером. Вот он всегда мнение такого, что журналистике невозможно научить, журналистике ты тоже должен быть предан. А вот если ты предан этой профессии, она тебе нравится, то тогда вот никакие отговоры, кто бы как ни отговаривал, не повлияют. Если брать журналистику, конечно, она бывает зависима от чего-то, от кого-то, да, свободы слова, нет, там скажут, невозможно то сказать, если я не имею права высказать все, что я хочу, ну это что тогда за журналистика? Но вот я в любом случае не соглашаюсь с этим, потому что как журналист, опять же, вот на предыдущий ответ, когда отвечала, я говорю, я выбираю те темы, которые мне интересны и которые, ну, может быть, у меня так сложилось, да, что эти темы такие культурно-просветительские, да, исторические, может быть, я не веду каких-то вот расследований каких-то, да, но в любом случае это очень все равно интересная профессия. Вот знаете, вот как будто бы ты все время что-то открываешь. Вот как ученый что-то открывает, да, вроде, ну что такое ты там снял, ты там написал. Например, вот этим прошлым летом, это я уже была в Турции месяц во время своего отпуска, в Турции свое телевидение, интернет-телевидение адыгское открыли, да, нафтили называются, они уже меня пригласили, уже по найму, это как тоже элемент заработка получается, побочный тоже получается, да, и была вообще такая, я вообще эту работу скажу, экспедиция большая, потому что мы столько объездили, столько аулов и побывали в таких музеях интересных, национальных, некоторые экспонаты, они даже у нас не сохранились, таких экспонатов нет, которых я там сняла, я этот материал, кстати, ДНФТВ мне разрешила, я даже и тогда тоже на нашем телевидении использую, показываю, ну и много я вела там и прямых эфиров, вот люди с интересом смотрели тогда все мои вот эти прямые эфиры по Инстаграму, и фотографировала много, вот привозила один предмет такой интересный, даже два, скажу, предмета, которые вот наши музейные работники никогда не видели, их заинтересовались, сейчас даже здесь один мастер недавно на выставке сделал этот предмет и выставил, это хатунок детский, деревянный, который у нас не сохранился вообще, а вот это с экспедицией, вот этой вот мы привезли, я показала, они очень удивились, и вот один мастер, дедича в Нурбии с деревом, деревообрабатывающий мастер, он изготовил, был такой вот ствол, и здесь как прутик, вот такая штучка круглая, и этот ствол втыкался, ну, с основанием, ребенок сюда ставился, и он ходил вокруг этой оси, то есть это такой вот хатунок, который тоже придуман адыгами, и, но у нас он не сохранился, и что, вот я как журналист, я нашла это, я открыла это, я, конечно, от этого удовлетворения получаю, я знаю сейчас, потом были еще там, вот я Тов Аслану показала, он говорит, вообще, говорит, удивительно, лыжи адыгские, а у нас никогда не видела таких, вот такие маленькие, такие лыжи были, двое лыж, они не длинные, примерно такого размера, ну, фотографию-то я не принесла, как бы, и вот здесь вот такие вот есть держатели, тоже, как из прутья, и вот человек вот так вот становился, держал эти прутья, он мог и туда, и туда спокойно, вот, и скатывался, даже и старинные фотографии в черкесках, они на таких лыжах стоят, скатываются, тоже интересный предмет, ну, вот находишь какие-то такие моменты, которые очень интересны, вроде я не этнограф, я там не историк, ну, я, ну, журналист, ну, когда ты что-то такое находишь интересное, и глаза горят, и у нас очень много моих коллег таких тоже, у которых глаза горят, они, вообще у нас нету случайных вот на телевидении, случайных людей нету, если они попадаются, и они не справляются с работой, их вот выбрасывают с этого моря, они сами, естественно, отбор вообще стильный у нас, они сами понимают, и они сами уходят, что не справляются, потому что профессия, она, особенно если ты работаешь на телевидении, да где бы, да в газете, она может быть и круглосуточная у тебя, а может так, что и спокойно ты 2-3 дня, ну, так, более в щадящем режиме работаешь, но нету вот такой вот, скажем так, как у станка, от звонка до звонка, от звонка до звонка, в данном случае, если это телевидение, ты готовишь к эфиру, к эфиру, к эфиру, твой продукт это эфир, тебе главное успеть это к эфиру, сделай ты хоть это, там, задание тебе с утра дали, эфиру тебе там в 17 часов, ты можешь работу сделать уже в 12, все, дальше ты свободен, а ты можешь ее до 17 часов делать, так что отговаривают, если брать нашу республику, допустим, журналисты, которые у нас работают, то в плане финансирования какого-то, может быть, у нас не самые высокие, может, зарплаты, поэтому люди и делают эту работу, те, которые ее хотят делать, которые любят эту профессию, делают, но журналисты, которые в большой Москве работают, там нормально зарабатывают. Профессия души, да, больше? Да, профессия, наверное, больше души, да. Всегда можно находить, знаете, где заработать все равно, я, допустим, много пишу в газеты, много пишу в журналы, это тоже гонорары, это тоже надбавки, я даже в заграничные газеты пишу. Когда ты уже наработаешь этот опыт и сделаешь свое имя, тебе будут эти заказывать статьи, и так что, в любом случае, можно находить через журналистику заработок. Еще вопрос есть? Можно о перспективах возвращения адыгов, тех, которые проживают за границей, на родину. В адыге был ли такие люди, которые проявляли свое желание, как-то озвучивали его, и вообще существование программ, которые завлекали бы их возвращаться? Спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Кстати, пока я рассказывала, что мы поднимаем в своих телепроектах, я вот упустила, это тоже один из таких главных вопросов, которые мы поднимаем. Конечно, о ней все говорят, хотят вернуться, но это далеко не правда, потому что это очень сложно все равно. Это настолько ты должен быть в душе конкретно предан адыгству, адыгахабзе, родине, и понимать, что только на исторической родине можно себя сохранить. Только здесь, находясь, мы получаем государственную поддержку в плане изучения языка, культуры, традиций, и, будучи за границей, себя сохранить как этнос тяжело. И вот те, которые это понимают, они вернулись. Это они, безызвестные директоры актива Центра изучения языков актива, Ядыч Мамед, Мащи Фальпенач Дет, там ряд потомхи, есть еще разные общественные наши активисты, которые, да, они сказали, мы хотим, чтобы наши дети, наши потомки уже росли здесь, у себя, на родине. Что касается, почему тяжело? Потому что вот этот вот, во-первых, очень большой бюрократический барьер им приходится преодолевать в плане оформления документов. Чтобы они здесь получили гражданство, они должны оставить гражданство той страны. Многие этого не хотят, естественно, но по условиям, по закону, законодательству, которое в нашей стране, то они должны оставить гражданство, но не хотят они этого делать. Это первое, что их сдерживает. Второе, экономическая составляющая. У нас в стране экономический кризис затяжной, годами идет. В тех странах тоже бывают кризисы, но они не такие затяжные. Это сейчас в Турции. Вот у нас там кризис. Я говорю, ну поживите с нашей, в нашем кризисе, когда вы поймете, что такое там кризис, говорю. Вот. И вот эта экономическая составляющая, конечно, если они будут знать, что у них будет достойная работа, что у них достойный заработок. Для них, кстати, это же восточные в основном страны. Я европейские не беру, европейские страны, это уже вторые переселенцы. Они из восточных стран уехали в Европу за заработком. Как раз-то уехали туда за заработком, да. А восточные страны, они так устроены, что мне жалко вообще их мужчин, честно. Они, вот жены и говорят, кстати, мы не хотим, чтобы мы туда возвращались, потому что мы знаем, что у вас женщины все время работают и содержат своих мужей. А у них наоборот, у них мужчины должны содержать своих жен, свои семьи. Вот мужчина даже не женится. Я не могла понять, почему они до 40 лет не женятся. Оказывается, не женится. Потом я уже чаще стала ездить и стала понимать, вот пока он не будет обеспечен жильем, не будет обеспечен работой, состоянием, чтобы содержать свою жену, своих детей, он не женится. Не то что не женится, девушка за него замуж не выйдет. Она не выйдет за него замуж. Она просто... Я потом говорю, вы почему не женитесь у вас? Они говорят, они не выходят за нас замуж, не выходят за нас замуж. И они хотят вот это, вот это, вот это. Но у них такая ментальность, вот они так воспитаны, что жена, она должна там, это, вот она, очаг, она там детей воспитывает, все, а ты должен зарабатывать и кормить семью. И, конечно, если этот мужчина будет знать, что он будет иметь достойный заработок, конечно, он вернется. Мне задают часто вопрос, бывает, вот так вот приедем, вот какая-то была фотография, там сидят старейшины со мной, это как раз вот в Сирии было. И я там во главе стою, такая вся, прям мне так неудобно было, поставили и начали тоже там, ну, сейчас-то молодежи, великолепно с вами общаюсь, а там сидят такие старейшины и начинают вопрос, вопрос там мне задавать, как будто бы я премьер-министр республики приехала. И я говорю, это, я говорю, понимаете, я журналист простой, я говорю, ну, не обладаю такими полномочиями сейчас разъяснять, ну, кое-что, конечно, ввиду своей профессии знаю, знаю какие-то программы, знаю какие-то законы, я могу это разъяснить. Они, вот почему мы заотечественники, мы потомки тех, это наша страна, почему нам паспорт не дают, почему нам то не дают, вот так вот начинают. Я потом как-то вот задавала вопрос, вот сидела аудитория, говорю, хорошо говорю, когда был Аслан Китовичевский-Акушинов президентом, вот давайте представим, сейчас мне Аслан Китовичевский-Акушинов сказал, Свет, привези с собой 10 семей, и мы здесь, мы им квартиры дадим, привези. Вот сейчас, если я вам скажу, встанет, к примеру, 10 человек, которые со мной поедут, и тишина, и никто, ну, не решается так, чтобы вот сказать, да, я точно уеду, я точно уеду. А так, конечно, вот этот вот огонек, вот этот огонек, который всегда, вот, да, есть Родина, я туда хочу, я хочу ее увидеть, я хочу туда вернуться, он сидит у многих, у многих. Есть, конечно, и такие, которые там, дедушки там, как у нас тоже, бабушки-дедушки, которые понятия не имеют, что в Турции адыги живут, и там тоже есть такие, как-то сидят на завареньке, валули там, они же тоже где-то там в горах, в лесах живут, есть такие, а вулу тоже сидят, и я подхожу, говорю, добрый день, там, я такая-то, я приехала, говорю, с Кавказа, они больше Кавказ знают, нежели там Майкоп, скажешь, ну, более грамотные это знают, а это, ну, Кавказ, Кавказ, они как бы знают. Я думаю, я приехала с Кавказа, там, он так посмотрел на меня, а где, говорит, Кавказ в Турции? То есть, такие тоже бывают, или там, допустим, я говорю с ними на адыгейском языке, они начинают со мной по-турецки, а сопровождающий, говорит, они не знают, турецкого языка, но только на адыгейском знает, и смотрят, говорит, разве есть вообще адыг, не знающий турецкого языка? Такое тоже, ну, такие тоже встречаются, а так, конечно, сложно, это вопрос, возвращение, но существуют, конечно, программы по возвращению, у нас, кстати, в республике, если брать, сравнивать с Карачаево-Черкесией, из Кабардино-Балкарии, есть комитет по, целый комитет по связям соотечественниками, чего там нету, есть дом адаптации репатриантов, есть фонд адаптации репатриантов, то есть, есть рычаги поддержки, вот, в таких вопросах, и, конечно, есть целая программа по возвращению соотечественников, была большая программа, вон Мафахабль, вот, но скажу, что, пока там тоже петух не клюнет, они не встанут в своих оседлых мест, как сейчас случилось с Сирией, вот, пожалуйста, сирийская война, очень многие быстренько собрались, и приехали, потому что там сидеть уже негде, такие, но опять-таки, многие приехали, и уехали, потом и в Европу, да? Уехали, в Европу, кстати, вот Сирия, она открыла нам новые горизонты, для проекта Адыгемира, как раз, вот мои коллеги спрашивали тоже, будет продолжение там, что, какие планы, и, вот, война в Сирии, к сожалению, опять разбросала нас народ, наш народ, теперь у нас есть диаспора, в Швеции, в Норвегии, в Финляндии, вот, в прошлом году в Германии, встретила одного, из Хельсинки, приехал, я, говорит, там живу, я говорю, как же тебя туда занесло, говорю, к финнам, приехал с дочерьми, с семьей, и сколько вас, они из Сирии, сколько вас там человек, 120, я первый поехал, и за собой потянул, вот, не хватало еще вас в Хельсинки, говорю, оказаться, что вы не приехали в Адыгею, зачем вы туда поехали, я говорю, а он такой, говорит, я выбрал Финляндию, потому что, говорит, это, в плане образования, у него шестеро детей, это самое, самое, говорит, number one, страна, говорит, где самое лучшее образование дают, говорит, я говорю, ну и чем ты там занимаешься? А ничего, а как ты содержишь, говорит, свою семью? А нам пособие дают, нам снимают жилье, полностью за это жилье оплачивают, и на каждого члена семьи, на детей дают, говорит, шесть детей по 200 евро, это 1200 евро, на взрослых членов семьи, это мать, он, жена, по 500 евро, это еще полторы тысячи евро, он получает 2700 евро ежемесячно, приехав сюда, где он заработает такую зарплату, причем там не работая, я и официально, говорит, он, у него статус беженца, я, говорит, официально не работаю, говорит, и если буду официально работать, то меня вот эти пособия уберут, я, говорит, бывает, еще даже подрабатываю, там в бар один иду, говорит, администратором подрабатываю, но это неофициально, то есть еще есть такая-то подработка, И историю эту я рассказываю Мы едем с водителем в район Наш водитель телевизионный Мы едем в район И должны в Тахтамукай поехать И такой едет Ибрагим такой говорит водитель Свет, я вас, говорит, в Адыгейске высажу Говорит, вы доберетесь до Тахтамукай? Я смотрю, не пойму Ибрагим, ты что, говорю, говоришь? Я, говорит, в аэропорт, говорит Поеду в Финляндию Где там по 500 евро дают Не работая, ничего не делая По 500 евро дают Поэтому, опять, экономический вопрос Очень, конечно, первостепенный Даже, хоть они и говорят документы Если бы был экономический составляющий Вот они знали, что будут зарабатывать Они бросили бы и гражданство Все бы на свете бросили И были бы гражданами России Нужна экономическая составляющая В первую очередь Потому что насущный хлеб Важнее хлеба духовного Все равно Вопросы? Можно ли считать профессию журналиста Исключительно мужской или женской? Нет, великолепные есть журналисты В какой-то степени, может быть, парень лучше справился бы даже Вот в плане того, что ты часто переезжаешь Если говорить о какой-то большой журналистике Конечно, для парня может быть это и где-то лучше В плане того, как даются знания и умения и навыки журналиста парню или девушке Можно сказать, что они на равных даются Но в плане какого-то передвижения Какого-то Потому что ты часто выезжаешь Особенно если у тебя семья То тогда твоя семья Если ты девушка Должна поддерживать тебя Обязательно твой супруг Дети Как-то должны спокойно тебя отпускать Понимать Парню лучше Ты там едешь с оператором-мужчиной Ну, я вот говорю, исходя из журналистики Именно, наверное, нашей Исходя из нашей ментальности Да, в республике Адыгея Вот сейчас рассуждаю Надо, чтобы твоя семья понимала Твое отсутствие А отсутствие может быть частое Ты можешь часто выезжать в командировки Поэтому где-то, может быть, градация быть Бывают случаи Вот девочки учились на актеров У нас студии открывались же в городе Учились, все Даже есть, я знаю, девочки Я их даже как-то снимала В художественном проекте Потом они замуж вышли Все, и супруг разрешил Уже муж не разрешил быть на сцене Поэтому Вот в таком случае Где-то может быть разница Но в плане, как справляется человек Парень это или девушка Не имеет значения Одинаково может Если писать хорошо Причем Я же говорю Вот в журналистике невозможно вообще Наверное Ну какие-то азы телевизионной журналистики Печатной журналистики Там газетной Дает вуз Да, понятно Как строить вообще сюжет Да, с чего начинать Всегда важно Что, где, когда Да, как в этой программе Известные Что происходит Где происходит Когда происходит И что то зерно Важное вычленить Которое ты должен сказать Зрителю Читателю Вот этого всему Все равно Вузи не научат У нас приходили После математического вуза Ребята Они были великолепными журналистами Просто сейчас Вот один в Москве работает Другой там в Краснодаре Они заканчивали здесь Математический вуз Факультет И были великолепными Просто журналистами Обладали этим словом Абсолютно не гуманитарией Но писали Намного круче Многих гуманитариев Ну В первую очередь Всегда, конечно Все равно Надо писать Хорошо сочинения Вот Если это Журналист Это все равно Ты где-то Сочиняешь Ты где-то Ты должен обладать Каким-то Словом В художественном Даже в публицистике Если ты пишешь Ты должен обладать Каким-то словом Вот так вот А из вас кто-нибудь есть Кто на журналистике Учится? На филфаке Именно филолог А, филолог, да? Коллеги считают Так что А вообще интересует Профессия журналиста? Ну знаете, как раз Вот поэтому я хотела Задать вам вопрос Я учусь на филфаке Но так как я участвую В различных мероприятиях Меня просят писать Различные статьи И бывает такое То, что Ну ничего не приходит В голову Ну тебе тему задают Ну да В зависимости от темы же От темы Да Да Как вот с этим Или это справиться? Ты должна В зависимости Да В зависимости От заданной темы Уже свои какие-то мысли Начинать Сначала формулировать Пока Вот для меня Допустим Пока Я Вот в голове Ничего не формируется Вот Исходя из моего Липа Взять Ручку Карандаш В руки И уже Это писать На бумаге В обязательном Вот бывает Иногда Коллеги Вот мы в кадре Да Репортаж Когда ты делаешь Там В кадре Стендап Пишут Становится И что-то комментируют Да Если ты Это что-то То, что наглядно Ты видишь Комментируешь То, что ты видишь И ты комментируешь Но Иногда Стендап Такой должен быть Выразительный Он должен быть Смачный Он должен Там Рассказать Там О стакане Который там Наполовину пустын Или наполовину полон Да И Но этот текст Должен быть Смачным Вот для меня Я пока его не напишу Я его сходу Не скажу Но Бывают И другие Журналисты Которые встанут Сразу У нас вот Валерия Врубель Она Сейчас На время Я надеюсь Поменяла профессию Великолепный Журналист Вообще От бога Я считаю Она вот Сходу Сходу У нас есть Такая форма Life to tape Называется Вот всегда Если life to tape Посылали Обязательно Ее Потому что Это с колес Репортаж Там Начинается мероприятие Скажем Какое-то там Выставка Которая Проходит В музее Там В два часа Открытие А надо выдать В два тридцать В эфир Вот Валерия Может пойти туда Встать На эту выставку Вот так вот Оглянуться Какие-то моменты Посмотреть И сходу Быстро на камеру Это все Начитать С места события Сказать 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 Все Быстренько Прибежала Она На ее Вот эту речь Накидали Несколько картинок Все Она успела Это выдавал Эфир Такая форма Вот Life to tape Из Из особенностей Каких-то Состоит Вот В вашем случае Если у вас время Есть на подготовку Можно обратиться К какой-то литературе Всегда интернет По-другой На какую-то тему Какие-то мысли Всегда могут Быть Прийти Воспользоваться Какими-то Что об этом Может быть Какие-то отзывы Есть Если вы Конкретно О какой-то там Тематике Какой-то пишете Поэтому Если ничего Прям не идет Но это все Оформляется Потом уже В свой слоган В свой слоган Всегда Любая статья Газетная На телевидении Ну как нас Учат Конечно В статье Может быть Предложение Если эта публикация Будет на стене Предложение Может быть И подлиннее Потому что Человек Все равно Перечитает А если Это телевизионная Журналистика Обязательно Надо фразы Короткие Делать Короткие Три-четыре Слова Предложения Новое Надо начинать А иногда Даже по одному Слову Предложения Они больше Потому что Они Вот человек Сказал Ты должен Это уловить Тебе же Надо Внимание Зрителя Поймать И чтобы Эта информация У него Еще Осталось В голове Поэтому Это Если Это Сложно Сочиненное Предложение Которое Там Разворотом В три-четыре Строчки Написанное Это Конечно Человек Не уловит Особенно Если Это В нашем Языке Всегда Сложно Поэтому Всегда Предложение Вот Я Если Учитываю Всегда Кромсаю Даже Длинное Ну Мысли Оставляю Но Сделаю Из этого Три Предложения Так Даже Легче Вот Как-то Завершу Череду Вопросов Наверное Более Интересным Вопросом Какой Телеканал Российский Либо Мировой Вы считаете Наиболее Информативным И объективным На ваш Сейчас Конечно Я с удовольствием Смотрела Евронюс Новости В свое Время Которые Были На Канале Культура Я Утро Всегда С них Начинала Но В какой-то Период Времени Сейчас Их Уже Они Были Такими Короткими Информациями Полностью Весь Кругозор Вообще По Всемирный За Какие-то 5 минут Ты Пьешь Утром Чай И ты Уже В курсе Всех Новостей Причем Правдивых Новостей К сожалению Сейчас Евронюс Теперь Нету В общем Доступ Чтобы Его Смотреть Надо Подписывать Канал За Денежки И Смотреть Его В Интернете Понятно Причины Какие-то Которые Это Чтобы Не Было В Общем Доступе Многие Конечно Говорят Про Телеканал Дождь Но Я Не Люблю Телеканал Дождь Все Равно Не Люблю Потому Что Я Считаю У него Тоже Есть Своя Политика И Свой Хозяин На Которого Они Работают И Гости Кого Они Приглашают Иногда Мне Кажется Они Вообще Не Искренни Они Тоже Играют Какую-то Свою Рой Вот Из Всех Которые Сейчас На Экране Самые Я Считаю Более Менее Объективные РЕН-ТВ Которые Сейчас Можно Выбрать РЕН-ТВ Новости Они Более Приближенные Я Подписана И на Их Веб-каналы И В интернете В сетях Больше Всего Конечно Много Информации Китайцы Сейчас Социальные Сети Очень Развитые Это Телеграм Есть Куча Блогеров Которые Там Печатают Новости Которые Там В общем Доступе Найдешь Государственные Каналы Там Это Не Опубликуют Но Иногда Мама Моя Такая Сидит Первый Канал Второй Канал Такой Пропагандой Смотрю Вот так Сказали Мам Не надо Всему Верить Что Говорят Что Получается И Вы Правду Не Говорите Нет Мы Правду Всегда Говорим Мы Всегда Правду Говорим Как бы Поэтому Делать Какие То Допустим Да Журналисты Там За сенсацией Какой-то Гонятся Что-то На этом Рейтинге Зарабатывают Там Ну Мы Пока что Одни На нашем Медиапространстве Поэтому Рейтингом Нам не надо Зарабатывать И гоняться За какой-то Сенсацией Не надо В любом Случа Другой Кнопки Нет На которой Расскажут С экрана Телевизора Новости Олегеи Скоро Мы перейдем Теперь еще На цифровое Вещание Сейчас Кстати У нас идет Вообще Учеба И приезжали Москвичи И Конечно Новая эра Которая у нас Начинается Она очень Интересная Но Довольно Сложная Если Раньше Даже К нам Приходили Да Журналисты И Если Он только Пишет И этого Было Достаточно Теперь Журналист Должен Еще И монтировать Работать С видеоматериалом И Сейчас Как раз У нас происходит Это обучение Что мы Оформляем Репортаж Который К эфиру Готовится Мы Сами Делаем Графические Титры Мы Сами Вырезаем Синхроны Какие там Пойдут Мы Сами Выбираем Кадры Которые там Пойдут И все Оформляем Оформляем Ведущие Продюсер Заслуженные Журналист Сейчас Он Из Сирии Цей Там Когда За Границей Мы Работаем Практически Там В 9 утра Начинаем И до 12 ночи Снимаем Переезжая Из одного места В другое Я к нему Забежала Уже было Где-то 7 вечера А с 6 вечера В другом ауле Уже Хаса В ожидании Все собрались Уже звонят Когда вы будете Там И я У него Думала Побуду Полчасика Сейчас Пообщаюсь И вместо этого 4 часа С ним провела А Хаса Ждала В другом ауле С 6 вечера Вот Я не могла Оторваться Вообще Мудрейший Человек И вот Он сказал Когда Был сюжетик Такой Перед Как раз Поездкой У ребенка На руке Суры Корана Якобы Написались Не знаю Вспомните Не вспомните Вы наверное Маленькие Тогда были Это 7 лет назад В Казани Как у Казани Годовалого Ребенка Написались Суры Корана На руке Я у него Спрашиваю Можно в это Верить Вообще Это вот Чудо Чудо Так Передавали Новости У ребенка Суры из Корана Вышли Можно в это Верить Он На это Очень интересно Ответил Нет Говорит Вообще Понятие Чуда Говорит Нет В этом Мире Говорит Самое Главное Чудо Которое Вообще Говорит Создано Всевышним Это Мозг Человека Вот То Что Я не Говорю Что Этого Ребенка Говорит Не Появилось Что Говорит Может И Появилось Говорит Пройдет Говорит Время И Человек Говорит Найдет Говорит Причину Мозг Человека Найдет Причину Почему Появилась Говорит Это Надпись На руки Этого Ребенка Она Найдет Мозг Человека Говорит Найдет Говорит Всевышний Когда Создал Говорит Человека И Вселенную Мир Говорит Он Дал Ему Мозг Он Дал Ему Мозги Которые Должны Открывать Эту Вселенную Человек Когда Говорит Был Создан Всевышним Не Знал Почему На дереве Растет Цветок Почему Говорит Растет Там Вообще Вселенная Из чего Состоит Говорит Как Она Состоит Это Все Мозг Человека Со временем Начал Говорит Понимать И Вот Джарда Габруна Когда Говорит Сказал Что Говорит Земля Крутится Говорит Вокруг Солнца Посчитали Еретиком Говорит И Сказали Что Он И Сожгли Его На костре Говорит 400 лет Прошло Говорит Уже Умы Говорит Они Доказали Да Земля Крутится Говорит То О чем Он Говорил И Вот Мозг Человека Это Самое Главное Чудо Которое Вы Должны Точно Так же Развивать Думать И Находить Из любой Ситуации Сложной Непреодолимой Которая Кажется Вот Этот Выход Вы Всегда Его Найдете Вот Только Надо Думать Развивать Вы Все Грамотные Образованные Люди И И Своей Цели И Любите Свою Профессию Что бы Вы Не Делали Делайте Ее С Любовью И Если Без Желания Идите На Идете На Работу Когда Вы Будете Работать Бросайте Спасибо Всем Присутствующим Будем ждать Вас На Следующем Диалоге Спасибо Спасибо